Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Уэбли, разработчик конструкции одноименных револьверов, за время их производства три раза менял название своей компании. До 1897 года она торговала оружием под названием Филипп Уэбли и сын. Потом ее название было заменено на Уэбли и Скотт Револьвер Энд Армс, компании Лимитед. Лишь в 1906 году фирма Уэбли стала называться Уэбли и Скотт Лимитед. В 1880 году фирма Уэбли Энд Сан начала производство нового британского револьвера, получившего наименование Уэбли Кауфма. Это оружие появилось благодаря разработкам талантливого конструктора стрелкового оружия Майкла Кауфмана, сотрудничавшего с фирмой Уэбли в 1878-1881 годах. Уэбли Кауфман представлял собой револьвер с переламывающейся для перезарядки рамкой и одновременной экстрацией всех гильз. Основными инновациями в нем стали защелка для рамки и новый ударно-спусковой механизм двойного действия. Восьмигранный ствол имел верхнюю планку и прилив удульного среза для мушки. Система запирания рамки была довольно интересной. Задний выступ на верхней планке попадает в соответствующую прорезь в казеннике, а через планку и казенник проходят цилиндрическое отверстие диаметром примерно 4 мм для запирающего болта. При нажатии на рычаг с левой стороны пружинный болт выталкивается наружу и ствол оружия на шарнире откидывается вниз. Простой шестизарядный барабан имел обычный зубчатый экстрактор, который выдвигался автоматически, когда рамка раскрывалась. Ударно-спусковой механизм двойного действия имел возвратный курок. Прицельные приспособления открытого типа состояли из мушки и целика. Мушка имела полукруглую форму, а целик представлял собой вырез на верхней планке рамки. Спусковая скоба выполнена вместе с рамкой из одного куска металла. Рукоятка имела изогнутую форму типа птичьей головы, деревянные щечки с насечкой и кольцо для страховочного ремешка. Это оружие было рассчитано на использование патронов калибра 455 и 476 Anthel. Сам револьвер представлял собой достаточно мощное, удобное и надежное оружие, послужив основой для известной серии револьверов WG, которые стали выпускаться фирмой Уэбли с 1882 года. Субтитры создавал DimaTorzok